Вера Павловна, тебя кто рисовать учил? Пикассо? Учись как надо! На ужин, дядя Фёдор, вегетарианские бургеры и крыжовниковое мороженое. Вегетарианские – это хорошо. Оля как раз мясо не ест. А можно мне бургер с косточкой? Это как это? Так очень просто. На одну булочку положить косточку и другой булочкой накрыть. Ребята, привет! Ура! Оля приехала! Шарик, пули на чердаке. Принеси решётку для барбекю. Ну что, Матроскин, я за огнём слежу. Мне от него отходить нельзя. По технике безопасности не положено. Я схожу. Оля, я мигом. А можно с тобой? Обожаю чердаки. Там всегда столько интересного. Где-то здесь она была. Дом ничей. Живите, кто хотите. А кто здесь раньше жил? Ну, до вас. Вот она. Здесь? Не знаю. Нам этот дом Шарик показал. Тут семья какая-то жила. Они как раз тогда в город переехали. А что? Как что, Шарик? В старых домах всегда какие-нибудь тайны бывают. Абсолютно до лампочки кто тут жил. Федя, повесь гамак. Я после обеда почивать буду. А вы у Печкина спросите. Этот абориген всё про всех знает. Только он всё равно ничего не скажет. Слишком вредный. Поздно пришли. Архив полчаса как закрыт. Приходите в пятницу. После двенадцати. Только не опаздывайте. У меня в час обед. Пойдём, дядя Фёдор. На этой почте, наверное, нет никакого архива. Смотри, какая она древняя. Да вы! Вы кто такая? Чтобы сомневаться в работе государственного учреждения. Древняя. У меня здесь всё сохранено. Ещё с московской олимпиады. Вот ваш дом. И статья вот. Видите? Первые простоквашенцы получили благоустроенные квартиры в городе. Только я вам её не отдам. А нам и не надо, дядя Печкин. Спасибо. В статье про жильцов ни слова. Просто дали квартиру в городе. Вот и уехали. Похоже, тупик. Да, тупик. Подожди. А это что такое? Шарик Матроскин, смотрите, что мы нашли. Я думаю, это подпись такая. Авторская. Интересно. У тебя шарик, мозг работает. По-твоему, здесь жираф жил? А почему нет? Да потому что жираф в нашем доме только лёжа поместится. Ой, кажется, пожар! Жаль. Хорошая была табличка. Та-ма-тама. Отличный жирафик, сестрёнка. Подожди, это ты нарисовала? Та-ма-тама. Фера Павловна, а кто тебя научил? Ну, я её научила. И что? Думаете, жираф на меня в суд подаст за недостоверное изображение? Маргарита Егоровна, а это тоже ваш рисунок? Может быть, и мой. Что вы от меня хотите? Посмотрите внимательно. Может быть, кто-нибудь на этом фото вам знаком? Вот папа. Вот мама. А это? Это что же? Получается, я? Выходит, я тут жила? Ничего не помню. Конечно, не помню. Это ещё до ледникового периода было. Осторожно, Шарик. За такие шутки я ведь могу и тапком. Подождите-ка, милейшие. Раз я тут жила, то значит и дом этот выходит мой. Так никак выйти не может. Это наш дом. У меня все документы имеются. Я за него коммунальные плачу. Это твое личное дело, Матроскин. Но всё-таки я же здесь раньше жила. А может, вы здесь временно жили? Или в гости приезжали? Как я, например. Плохой пример. Ладно, Феденька, документы я проверю. Но всё это, конечно, просто удивительно. Ещё бы! Не каждый день в детство заглянуть получается. Да нет, Феденька, просто удивительно, что ты до сих пор мне гамак не повесил. Ты, Оль, почаще приезжай. Мы с тобой в лес пойдём. Там иногда клады попадаются. Только тссс, это наша тайна. Хорошо, дядя Фёдор. Только для меня всё ещё главная тайна. Почему тебя дядя Фёдор зовут? Ну, если хочешь, Оля, называй меня просто Фёдор. Ладно, просто Фёдор. Мне пора. Было круто, как в книжке про Шерлока Холмса. Дай пять. Ой. Пока. Она точно ещё раз приедет. Да. Маргарита Егоровна, как это понимать? А что такое касатель? Я себе сок готовлю. Собираюсь полежать после завтрака. А где ключи от фермы? Вы вчера меня спрашивали, где я храню ключи? Я вам сказал, на гвоздики. А сегодня их там нет. Ну, нет и нет. Я-то тут при чём? Верните ключи. Я сепаратор запустить не могу. Вот и отлично. Хоть сегодня тороптеть не будет. Днём абсолютно невозможно отдохнуть. Да, она их спрятала. Шарик, а где дядя Фёдор? Дядя Фёдор недоступен. Он сейчас с девочкой Олей разговаривать будет. Всё пропало. Я бобру обещал сливки сделать, а эта Бегера врёт, что ключи не брала. Я могу клиента потерять, понимаешь? Понимаю. Эх, была бы у нас сыворотка правды. Эта наша няня сразу бы всё выложила. Это как это? Сыворотка правды? Жидкость такая. Шпионская. Если её выпить, то любой секрет расскажешь. Страшная вещь. Слушай, Тама, а можешь мне такую сделать? Да. Ай, да Тама, молодец. Сейчас она нам всё выложит. Как стащила, куда спрятала. Фу, успел. Такие ромашки только на дальнем лугу были. Как думаете, Оле понравится? Ей-то понравится. А вот тебе, дядя Фёдор, сейчас очень сложно будет. Почему это? Да потому что ты только что сыворотку правды выпил, дядь Фёдор. А почему вы мне это не сказали? Так ты сразу схватил и выпил. Мы даже ойкнуть не успели. Вы что наделали? Представляете, что я сейчас Оле на плиту? Может, отменить разговор? А ей скажешь, заболел. Я же сыворотку правды выпил. Я теперь совсем врать не могу. Зачем вы вообще её сделали? Да хотели Мегеровну на чистую воду вывести, а ты нам все планы сорвал. Потом мы на море поехали. Там так жарко было, что я немного сгорела, и меня сметаной намазали. О, а это что у тебя? Это? А, это тебе. Спасибо. Какие огромные. Эх, жаль, что они не у меня дома. Ну, подожди, сейчас. Получила? Ага, поставлю на аватарку. Мне ромашки очень нравятся. А тебе? Мне? Мне нравишься ты. О, я? Почему я? То есть, честная? Честнее не бывает. Я сыворотку правду выпил. Вот ты смешной, дядя Фёдор. Если честно, ты мне тоже нравишься. Ты такой смелый, я бы ни за что первой не призналась. Да, я тоже. За меня эта сыворотка сделала. Ха-ха-ха. Не пролей, Матроскин. Может, Мегерана ещё скажет, куда она мой телефон прячет? Тут мой сок стоял. Где он? А вот Маргарита Егоровна с утра ждёт. Настоялся. Чего смотрим? Я вам не Джоконда. Маргарита Егоровна, а ключики от фермы всё-таки где? Понятия не имею. Я с утра из комнаты не выходила. Врёт она. Я в окно видел, как она по огороду шастала. Эх, значит, сыворотка не работает. Как же так, Тама? А может, ну её? Сломаем ворота, и всё. Ты, Шарик, если не знаешь, лучше молчи. А если она каждый раз будет ключи прятать? Я на замках разорюсь. Дядя Фёдор, отбой. Сыворотка с дефектом, оказалось, не работает. Правда? Выходит, я сам по собственному желанию сказал Оле, что она мне нравится. Ты сказал, что оно тебе нравится? Ну ты смельчак, дядя Фёдор. Оля тоже так сказала. Маргарита Егоровна, вам тут посылка от тайного поклонника. Сельский оракул с кроссвордами. Его и почитать можно, и щели в окнах заткнуть. Спасибо, Игорь Иванович. Маргарита Егоровна, я тут давеча на вас кричать изволил. Простите меня, великодушные, примите в знак примирения этот стакан апельсинового сока. Удивляюсь я, Маргарита Егоровна, как вы этих животных в людей превратили. Сок-то, небось, ещё и свежевыжатый. Другого не держим, Игорь Иванович. Хотите, пейте. Спасимочки, свежевыжатый я завсегда. Шарик, ломай ворота! Эта Мегера ни в чём не признается! Не хотел вам говорить, но сейчас почему-то не могу не сказать! Это я, ваш тайный поклонник, Маргарита Егоровна! Куда? Отдай, ворюга! Галчонок, не мешай! Шарик, сколько раз я просил тебя эту полку прибить, а? Матроскин, я всю ночь не спал. Полнолуние, понимаешь, фотографировал. Так мы скоро все под луной спать будем, когда у нас дом развалится. Эх! Балбес! 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 Матроскин, тебе что, молоко в голову ударило? Я же так заикаться начну. Балбес! Чего? Ого! Галчонок новое слово выучил! Да ещё какое! Всё-таки не зря мы его кормим. Балбес! Правильно! Шарик у нас балбес! Матроскин, чему ты Галчонка учишь? Вот именно! И вообще, может он тебя, Матроскин, обзывает? Нет, Шарик! У нас в доме ты один балбес! Да, Галчонок? Балбес, балбес, балбес! Что-то мне подсказывает, что он не про шарика. Балбес! 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 Бал... О, Батроскин, ты чего тут сидишь? И что мне еще остается? Конфеты давал, целый рубль ему подарил, а он все равно обзывается! Балбес! Хе, Голчонок врать не станет! Так, эти обзывательства нужно прекратить! Правда, пока не знаю как! Шарик, ну-ка постучи еще раз! Да, дело плохо! Ну, не так, чтобы плохо, но кривовато, согласен! Да я про Голчонка, он перестал говорить, кто там! Мам, скажи, Кар! Каркать тоже разучился! Да, сломалась птичка! Что же он теперь только обзываться будет? На весь белый свет меня опозорит! Да не, только на нашу деревню! Балбес! Дядя Федор, ну, придумай что-нибудь! Вообще-то, есть одна идея! Ой, не то! Карк! 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 Балбес! Так, угу! Ну-ка, отойди, дядь Федор! Дай-ка я попробую! Как только я досчитаю до трех, ты забудешь слово балбес! Раз, два, три! Балбес! Да, похоже, мне теперь эти оскорбления все девять жизней слушать! Балбес! А это тебе, Матроскин, в наказание за то, что ты мне поспать не дал! И вот этой штуковиной оглушил! Ну, прости! 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 Какое приятное слово! Повтори-ка еще раз! Прости! Прости! Это охотничий рок! От него Голчонок впал в ступор и запомнил первое услышанное слово! КАР! КАР! Кто там? Ура! Сработало! Наша птичка больше не обзывается! А ты, Матроскин? Ладно, Шарик, я тоже больше не буду! Ура! Ну, наконец-то! Ой! Кто там? Ну, Шарик, ты полбе... Пожалуй, этот рок нам еще пригодится! Первый-первый! Я второй! Разгребаю игрушечные трущобы! Требуется подкрепление! Да хватит тебе, Матроскин! Чего ты так завелся? Все, дядя Федор, увольняю я, Шарика! За что, Матроскин? Ты посмотри, во что он тележку нашу превратил! Вся покушана, поцарапана! Как будто ее весь день кто-то кусал и царапал! Мещанин ты, Матроскин! Только о вещах и думаешь! Стойте! Я не понял, что случилось-то? Я дядя Федор бобру помогал! А у его бобрят зубки жуть как режутся! Вот они и тележку-то и погрызли, поцарапали! Представляешь, дядя Федор, он нашим транспортным средством друзей накормил! Да починю я эту твою тележку! Делов-то! Конечно, починешь, Шарик! И никогда больше без спросу не возьмешь! Это почему это? Да потому что я тебе больше не доверяю! А может, это я тебе больше не доверяю? Вот так! Хватит ругаться! Давайте лучше доверие возвращать! Для этого даже специальные упражнения есть! Ну, если это бег или приседание, я пас! У меня от физкультуры лапы ломит и шерсть отваливается! Не бойся, Матроскин! Бегать не придется! Ты, Шарик, падай назад, а я тебя поймаю! Легко! Оп! Ну как? И все? Это и было упражнение? Ну да! Чувствуешь прилив доверия? Чую! Ох, чую! Хотя вот тебе, дядя Федор, я и раньше доверял! Отлично! А теперь ты, Шарик, лови Матроскина! Дядя Федор, а давай меня тоже ты поймаешь! Нет, Матроскин, тебе нужно научиться доверять Шарику! Может, я тогда ловить буду? Потому что падаю я как-то без особого желания! Зато с особым желанием ругаешься! А он по команде падать будет или... Ой! В первый раз доверие как-то мягче было! Шарик, ты в порядке? Матроскин, сосредоточься! Это же твой друг! Ну я-то думал, он по команде падать будет! Давай еще раз попробуем! Готовы? Дядя Федор, а что, если я его сейчас поймаю, а он опять что-нибудь отчимочит? Матроскин, лови! Ой! Спасибо, дядя Федор! Отличное упражнение! Сразу ясно, кому точно доверять нельзя! Шарик, ты куда? А, у бобра поживу! Я ему больше доверяю, чем этому, который товарища поймать не может! Да ну! Главное, сам без команды падать начал, а я виноват! Давайте спокойно все обсудим! Нечего мне с ним обсуждать! Подождите! Нужно еще кое-что попробовать! Бывай, мещанин! Ай! На помощь! Я под тележкой! Хотел вам еще одно упражнение показать, но она на меня грохнулась! Дядь Федор, держись! Мы сейчас! Матроскин, давай, ты с той стороны берись, а я с этой! А что это я с той? Может, я тоже с этой хочу? Да какая разница? Тяни! Если бы кое-кто не собирался уходить, то дядя Федор бы под тележку не попал! Если бы кое-кто меня поймал, мы бы сейчас чай с бутербродами пили! А если бы кое-кто не испортил тележку, то никого бы и ловить не пришлось! А тебе и не пришлось! А вы можете потом ругаться! У меня очень ноги затекли и, кажется, воздух заканчивается! Нужно МЧС вызывать! Да вы сами справитесь! Я в вас верю! Так мы ее не поднимем! Нужен... О! Рычаг! Давай, матроски! Раз, два, три! Опа! Ай-яй-яй-яй-яй! Ай! Поймал! Спасибо, матроскин! Оно как-то само получилось! Я же говорил, что вместе вы справитесь! Не понял! А где дядя Федор? Здесь я! Смотрел, как у вас хорошо упражнение на доверие получилось! Так это было упражнение? Ага! Шарик, ну-ка помоги мне этого радио дядю поймать! Я ему волны-то подкручу! Хе-хе-хе! 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 Кажется, пора начинать упражнение по управлению гневом! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давай-давай-давай! Так-давай-давай-давай! Ах! Дай-к... Давай-давай-давай! Шарик, ты скоро ноутбук освободишь! Сейчас, дядь Федор! Только уровень пройду! Да-да-да! Хм-хе-хе! Давай-давай-давай! Дай-давай-давай! Дай-к... Шарик, сколько раз я тебя просил газон постыть! А ты всё в игры играешь? Да-да-да! Ах-хе-хе! Ну всё, доигрался! Стоп! Только не интернет! Матроскин, опусти ножницы! А ты газон подстрижёшь? Подстригу! Только без резких движений! Хм-хм! Ну-ну! Что? Играйте! Я по молодости тоже играл! О, Игорь Иванович, поиграйте пока за меня! А я сейчас быстро лезу! В эти шашки, что ли? О! О! Хе-хе! Ну всё, Игорь Иванович, спасибо! Дальше я сам! О! А! А-а-а! Мои звёздочки? А ну отдай! Это вы отдайте! Вообще-то, это мой ноутбук! А вы его сейчас сломаете! А у вас разрешения на азартные компьютерные игрушки имеются? Ха! Вот именно! Поэтому я ваш агрегат конфискую! О! Как же мы теперь без ноутбука? Так а можно и на телефоне поиграть! Шарик, опять? Ну чего? Игорь Иванович! Печкин! Кто здесь? Почта не работает! Приходите завтра! Как уже завтра? Ноутбук! Я вам всё равно не отдам! Книга жалоб и предложений на столе! Да что ж это такое? Это, Шарик, игромания! Надо как-то нашего Печкина спасать! Хм! О! Есть одно средство, дядь Фёдор! По-моему, это плохая идея! А-а-а! Шарик, ты цел? Нее-ее-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е! Куда это он? С нашим ноутбуком! Ага! Ай! Куда? Направо! Сектор приз! Бонус! Ну, зато ноутбук у нас дома! Это же не дома компьютерный клуб какой-то! А ведь это наш роутер! Он только для нас интернет вырабатывает! Ладно, Матроскин, срежу! Конечно! Давайте теперь все провода в простоквашенном перережем! Только толку от этого никакого! Супер! Так что же нам с этим игроманом делать? Может, надо просто подождать? А-а-а! 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 Где мои звездочки? Ой, все! Ему уже повсюду игра мерещится! Никогда его оттуда не вытащить! А что, если Печкина в другую игру заманить? А-а-а! Танцуйте, товарищ Печкин! Интернет на вашей почте починили! Добро пожаловать в игру реальной или виртуальной! Короче, на бонусный уровень! Возьмите джойстик Соберите одинаковые посылки И получите супер-приз! А теперь нажмите пуск! А-а-а! А-а-а-а! А-а-а-а! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да что б тебя? А-а-а-а! Ой, а чё это я посылки складываю? Ай! Когда их разносить надо? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот до чего игры-то доводят. А я что? Я больше не играю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это не я. Это Голчонок. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова